Здравствуйте! На уходящей неделе произошло очень много интересных событий. Например, очень большая конференция была по Тазакому. Даже приехали представители солидных донорских международных организаций и обсуждали также финансирование этого проекта, которые цифры все время растут в два, в три раза, в два с половиной раза. Канад Садыков стал ректором Кыргызского национального университета. Вдруг разразилась такая вот интересная скандальная история вокруг Улукбека Бабаколова. Он в своей статье говорил, что есть в соцсетях некоторые националисты, а его обвинили, что он провокатор, что он эту тему вообще в принципе поднимает. Было много судебных также дел, потому что, например, Октябрьский районный суд не совсем захотел приостанавливать дело против журналистов и СМИ, хотя в статье 216 ГПК говорится о том, что если Конституционная палата рассматривает этот вопрос, то все другие суды должны быть приостановлены, пока Конституционная палата не примет свое решение. И вот, несмотря в прямом противоречии с этой статьей, решили даже продолжить. И совсем по другим причинам немного отложился этот суд на некоторое время, потому что подали надзорные жалобы по другим причинам. Было много других судов, например, агентство 24 КГ хотело перевести свой спор судебный с партией СДПК. Межрайонный суд ей в этом отказали. А вот в понедельник начинаются новые суды, например, против Александра Кима, бывшего владельца, Вечернего Бишкека, а также суд против Эмирбека Текебаева, который вообще может стать событием года, например. Вот мы пригласили в студию рассказать о текущих наших событиях и немного, может быть, по истории бывшего премьер-министра Харгызстана, министра финансов, мэра города Бишкек. В связи с тем, что вы были мэром, может быть, возникнут вопросы в связи с этим прорубкой вот этих деревьев на улице Токтун-Алеева, например. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, суд начинается с Текебаевым в понедельник, и некоторые даже боялись, что будет закрытый суд, но вроде бы будет открытым, и обвинения достаточно интересные как-то вот. Вот почти на одном человеке держится обвинение, этот Леонид Маевский, который сказал, что когда-то, семь лет тому назад, он дал взятку. Вот как вы к этому относитесь? Серьезно это очень? Ну, на мой взгляд, вопрос, в общем-то, серьезный. Почему? Потому что суд – это вообще надежда на справедливость. Все-таки мы всегда после суда мы обращаемся уже к Богу. На самом деле вопрос, вот когда речь идет о видном политическом деятеле, тогда вопрос более сильно обостряется, потому что этот политический деятель, он всегда был на арене, он был во взглядах многих телезрителей, многих партийцев своих и чужих партийцев. И естественно, это интригует общество, и общество ждет, естественно, чем это закончится. Но я думаю, что все нормальные граждане, наши граждане, патриоты, они всегда надеются на справедливость суда, потому что это высшая инстанция. И естественно, если суд в данном случае примет какое-то решение, которое будет далеко от справедливости, а решение должно быть принято с учетом, прежде всего, презумпции невиновности гражданина, и с учетом веских улик, фактов, доказательств следствия. А иначе, мне кажется, все это будет народу просто понятно. Даже если они открыто не будут говорить? Да, народ поймет, что в данном случае. Но я надеюсь, что все-таки Кыргызский суд самый справедливый суд. И самый гуманный. И самый гуманный, да. Я надеюсь, потому что в данном случае судьям придется нелегко. Но я надеюсь, что все-таки Кодекс чести судов и Кодекс чести судей, он все-таки будет обладать всем этим процессом. И тогда, я надеюсь, все примет нормальные решения. Нормальные, я это понимаю, справедливые решения. Справедливые. Но вот смотрите, то, что мы знаем, они многого не говорят открыто. Там говорят очень много свидетелей других, но мы знаем только про одного, этого Леонида Маевского. И говорят, что вот он давал взятку, а человек не лично, даже они не говорят о том, что он лично в руки давал. И вообще-то доказать, наверное, через 7 лет сложно. Как с этими взятками? Это вопрос-то непростой, наверное. Ну, вопрос вообще непростой. С точки зрения криминалистов, вообще непростой вопрос. Почему должны доказательства взятки? Это очень важный момент. Это не только, допустим, должно быть там фото или видеосъемка. Даже если это было бы. Да, да, даже если бы это. Второе, купюры надо быть, меченые должны быть. У них есть свои технологии, как определить. Третье, должны быть какие-то веские другие обстоятельства, чтобы доказать, что это взятка. Но на основании того, что Маевский заявил когда-то, и когда-то передал, и что есть какие-то свидетели, ну, я думаю, что это можно принять во внимание, в данном случае следствию. Но и следствие должно доказать, а обвинитель должен очень серьезно, значит, в обвинительной речи манипулировать какими-то вескими доказательствами. Ну, если только на этом будет строиться обвинение, создается прецедент, что любой человек через много лет может на кого-то сказать, я вот что-то там делал, и тем более, что все эти органы, силовые органы, скажем так, обобщенно в руках власти все-таки, и даже суды, мы постоянно видим примеры, когда они принимают не совсем, скажем так, мягко справедливые решения, то все в одну сторону как-то так клонится. К сожалению, мы еще, наверное, не преодолели некоторые моменты роста нашего сознания, то есть совковое мышление у нас еще преобладает, а то, что мы говорим, что мы демократы, или мы строим демократическое общество, на мой взгляд, на чиновников это как бы не распространяется, будем так говорить. Мне кажется, есть вопросы здесь, но и все-таки, и все-таки есть Конституция, есть там статьи, самые лучшие статьи в мире, наверное, в нашей Конституции о правах граждан. Мне кажется, в данном случае все-таки судьи должны показать, что они состоялись как элемент независимого суда, а иначе перспектива роста нашего общества под вопросом. Получается, судьба даже демократии в руках этой судебной верхней власти. Конечно, конечно. Вот возьмите Соединенные Штаты Америки, страна, ну, будем говорить, с развитой демократией. И вы видите, как судьи выносят решение относительно решения президента Соединенных Штатов Америки. И это говорит о том, что там действительно суд состоялся как независимый, как справедливый, как суд, который прежде всего защищает устои государства, именно демократические устои и права граждан. Если получится, что суды просто исполняют заказ, у нас можно будет делать вывод, что 25 лет независимости и даже, скажем так, 30 лет перестройки, если считать там с 85-го года, когда Горбачев начал перестройку, они пошли впустую, если мы не до шага даже не сдвинулись в сторону объективности. Мне кажется, да. Почему? Потому что в советское время судьи ориентировались на партийные решения. Ну, бюро ЦК, бюро Горкома. Какое оно решение принято? У каждого в подбилет у судьи. Да, да, да. Они ориентировались, да. Сегодня, я думаю, такая ориентация не нужна. Почему? Потому что прежде всего нужна ориентация на соблюдение конституционных прав граждан, я думаю. Это самое главное, потому что государство состоит из кирпичиков, как эта стена. А кирпичики это носители власти. Власть же определяется народом, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, здесь есть вопрос, и судьи должны об этом думать. И если честный человек, он всегда думает, прежде всего, о справедливости. Потому что мы все в этом мире живем с надеждой на то, что будет справедливость. И вот обвинение против Токебаева по статье «Коррупция». Коррупция подразумевает, что государственный чиновник что-то делает, правильно? Если там два бизнесмена между собой, это не коррупция, это какие-то там спекуляции или что-то другое. Обвиняют в коррупции, и он был государственный чиновник, вице-премьер, был во временном правительстве. Ну, заместитель председателя временного правительства, скажем так. Но Маевский говорит, что это произошло в июле. Вы стали когда председателем технического правительства? До того? Ну, мы с 14 июля приступили к работе. 14 июля? Да, с 2010 года. Вот даты я точно не знаю, но где-то после этого получается. Если после этого, скажем так, то он уже не был чиновником и не был как уполномоченным каким-то высоким государственным чиновником, можно ли применять в таком случае статью «Коррупция»? Я думаю, что именно в этих казусах и нюансах нужно разбираться следствию, прежде чем предъявлять статью обвинения. Мне кажется, это и есть один из тех моментов, когда следствие должно глубоко разбираться во всех тех моментах, фактах, и их сопоставлять, прежде чем предъявлять некую статью обвинения. На мой взгляд, это касается не только, допустим, Текебаева, это касается любого гражданина, когда должно быть все внимательно взвешено. Я думаю, что адвокаты должны здесь быть настойчивыми, но мало того, к адвокатам тоже надо прислушиваться. Иногда судьи не принимают ходатайство, отвергают ходатайство адвокатов. Мне кажется, тем самым они пренебрегают именно тем моментом, когда нужно... Состязательность. Да, точно разбираться, и состязательность должна быть в части того, что все-таки решается судьба человека. Правильно, да? И в данном случае любая состязательность, любая, значит, какая-то вот такая ситуация, когда есть разные мнения, допустим, первое очередное мнение адвокатов, суди должны к этому прислушиваться. Потому что они все-таки собирают материалы, и любые какие-то сомнения должны быть в пользу обвиняемого, как правило. Конечно, иногда возникают такие факты, когда судья открывает для себя новую сторону дела, новую сторону вопроса. Мне кажется, от этих дискуссий, будем назвать их дискуссиями, между обвинением и адвокатами, и судьями, должна родиться истина. Вот эту истину надо искать. Вот в связи с этими судами очень много возникло новых судов против журналистов, против СМИ, и как-то они тоже односторонние как-то идут. Вот вы следите за этими событиями? Что вы можете сказать? Да, я могу сказать, что количественный фактор в данном случае резко поднялся. И, на мой взгляд, мне интересно, это связано с предвыборной кампанией, или же это, в общем-то, политика, которая формируется у власти. На мой взгляд, в нашем обществе мы должны действовать по законам. В любом случае по законам. Почему? Потому что нельзя просто так декларировать, что пресса, журналисты, это четвертая власть. Это не мы придумали. Это придумали именно те, которые когда-то начали строить демократию. Почему? Потому что нужен третий взгляд, или четвертый взгляд, или пятый взгляд, для того, чтобы разобраться с теми процессами, которые происходят в нашем обществе. Никто свободу слова не отменял, во-первых. Это одно из основополагающих фундаментов, да, или фундаментальные вещи даже в нашей Конституции. И право слова, право выбора, да, свобода слова. Это очень важно. Но сейчас идут как бы от примитивного. Но я тоже находился у власти, когда-то работал. И когда говорили, допустим, какие-то нелицеприятные вещи, хуже того, какие-то сплетни, или наоборот, напраслина какая-то формировалась. Мне было тоже очень тяжело. Но я думал, что, в принципе, это бесфактурные вещи. Они влияют на сиюминутное сознание. Мы же в данном случае, когда говорим о четвертой власти, мы думаем о перспективах роста. И если не будет терпимости к этому, то есть среди всего мусора информации всегда есть информация, которая двигает вперед общество. В данном случае, я думаю, есть разные журналисты. Платные, легковесные, ангажированные. Ну и другие журналисты. В данном случае все они имеют право голоса, потому что они действуют на одном поле. И все они влияют на формирование некого сознания у публики, у народа, будем так говорить. Но вместе с тем, мне кажется, что, допустим, когда речь идет о политической конкуренции, когда речь идет о неких политиках, политики должны быть выше этого. Они должны соблюдать принцип свободы слова. И тогда это может двинуть наше государство вперед. А уже в частных моментах граждане между собой. Они могут, да. Там нет борьбы за власть, за умы людей. Там нет притязаний на суперавторитаризм. В общеполитике нет. Там нет политики, да. Мне кажется, это надо четко различать. Но сейчас создается такое впечатление, что этими судами, прикрываясь клеветой, что любую критику они, властью нынешней, которую подают в суд, называют клеветой. Потому что, вот смотрите, как у нас хорошо. У нас там мы то сделали, это сделали, а они критикуют. Значит, клевещут как будто бы. Ну, само слово клевет. Ну, мне кажется, власть не должна обижаться. Потому что средства массовой информации, они, насколько я знакомлюсь с материалами, они дают зачастую объективную информацию, допустим, о состоянии экономики, о решениях, которые принимает правительство, о том, что сделано, что не сделано. В большинстве случаев идет объективная информация. Но бывает, что это зависит, скорее всего, от того субъекта, который представляет власть. Насколько он раним, насколько он глубок. Насколько сильны его притязания ума. А есть и вторая сторона, притязания разума есть. Вот со всем этим можно разобраться, наверное. И мне кажется, только по своим внутренним позывам принимать решение нельзя. Вот в связи с судами возникает тоже вопрос. Я не знаю, вы хотите это затрагивать или нет. С вашим сыном тоже суд был. Или если вы не хотите, мы можем не затрагивать. Ну, с моим сыном произошло то, что и происходит, в общем-то. Во всей судебной системе. Да, я думаю, что это типичный момент из судопроизводства. Я думаю, такая же ситуация со многими, которые предстают перед судами по каким-либо обвинениям. Мне кажется, это звенья одной цепи. А уже все закончено и можно апеллировать куда-то еще? Да, у нас еще есть одна инстанция. Это Верховный суд. Будем апеллировать, естественно, мы надеемся все-таки, что на объективность судебной системы, на то, что это дело будет все-таки пересматриваться. Вот вы были мэром города. И буквально вот в пятницу произошли вот эти события, когда решили продлевать или расширять улицу Токтоналиева, бывшую, Душанбинскую. Там столько всего скандала возникло. Но на месте были только те, кто срубают деревья, которые не могли ответить на какие-то вопросы. Почему-то представителей мэрии особенно не было. В то же время в обществе такие возникают мысли, что что они там протестуют, это же для народа, это же вот чтобы расширить улицу, чтобы пробок не было и так далее. А сами вы там посадили деревья, вы там против вырубки, а сами вы посадили. Вот сразу переход на личности такие. Как вот раньше это было, делалось такие вещи? Ну, раньше это все делалось так. Во-первых, какой-то там, пусть мы, квартальный план развития. Он всегда рассматривался в эскизном варианте, а потом выносился на суд общественности. То есть в этом квартале или в этом районе, микрорайоне, обязательно есть квартальный или же, значит, председатель там микрорайонного общества. Просили людей собраться, развешивали плакаты. Раньше этих слайдов мало было. Затем обсуждали вопрос, чего, для чего и как. В данном случае вопрос экологии очень важный. Очень важный, почему? Потому что все-таки город задыхается. Задыхается от выхлопных газов, потому что машин стало сейчас в десятки раз больше, автомобилей больше стало. Нагрузка на город большая. И люди хотят, конечно, дышать чистым воздухом. Их понять можно. А основной носитель освежения воздуха – это деревья, зеленые насаждения. И если гражданские активисты вышли защищать эти свои убеждения, то я в этом ничего плохого не вижу. Во-первых, это даже хорошо, потому что вы знаете, что с равнодушием можно получить тяжелые результаты. Кто-то сказал, Бруно Есенский, по-моему, в бой с равнодушных. Это же самое страшное. И я думаю, что в этом нет ничего особенного. И власть должна идти и работать с людьми. Прежде всего, местные политические деятели должны идти, работать с людьми. Ну а применять милицию, ставить милицию один на один с народом – это неправильно. Милиция здесь ни при чем. Милиция – это те же рабочие, которые там, допустим, пилили эти деревья. Это такие же исполнители. Мне кажется, важно было людям объяснить, что вот мы здесь будем формировать, расширять улицу, формировать парковку или стоянки такси для вас. А в другом месте мы компенсируем, допустим, тот же процент, а может быть сверх того, посадку зеленых насаждений. Найти можно было бы компромисс. Все-таки компромисс, он двигает дело вперед. А конфликт, он отбрасывает процесс назад. Я думаю, что городские власти должны это понять и сделать своим инструментом в работе с развитием города. Вот если немного расширить этот конфликт на улице Токтоналиева, на общую ситуацию, общие власти тоже никакого особого диалога с обществом нет. Из-за этого вот эти конфликты и расширяются. Вы знаете, там есть и структурные вещи. Допустим, районные власти, они безвластны. Ну, допустим, есть четыре у нас районных администраций. Они безвластны. Многие вопросы, особенно вопросы зеленого строительства, дорожного хозяйства, централизованные на мэрии. Понимаете? И выпадает вот это звено, выпадает. А еще выпадают вот эти межтерриториальные объединения граждан. Да, вот есть такие у них там типа ТСЖ. ТСЖ это самые первичные ячейки. А есть еще какой-то, ну, уж межмикрорайонные какие-то структуры у них есть. Я знаю, что я ходил когда-то за справками. Но вот мне кажется, здесь и структурно надо городу поправиться. Но, тем не менее, когда возникают оперативные вопросы, желательно вот в таких вопросах, как расширение дорог, строительство коммуникации, строительство, зеленое строительство, советоваться с людьми в микрорайоне или в квартале, где они живут. Это был бы правильный ход в любом случае. Но мне кажется, сейчас речь идет вопрос о том, что у мэрии сейчас много денег, гранты китайские, то да сё. Они хотят их освоить. Побыстрее. Побыстрее, да. Пока тепло. Я так их понимаю, как бывший мэр. Но при этом нельзя нарушать основополагающие принципы взаимоотношений власти с народом. Ну вот еще выше, если поднимемся, политическое. Вот как-то возникает, что термины даже сами по себе, клетники или там мародеры, или враги народа, да, там стервятники, такие возникают на таком уровне, что никто ответить не может. Вот нет диалога такого, даже на самом высоком уровне, да, какое-то собрание, где один человек выступает, не предполагается по формату, что будет дискуссия или кто-то еще, впрения какие-то будут. И получается, в одну сторону только вот от этого польза, насколько большая для общества. Ну, мне кажется, что понятие клевета, оно четко расписано, и, по-моему, в уголовном кодексе, наверное, четко расписано, это совершенно разные вещи. Когда речь идет о публичных выступлениях, это публичные выступления, понятие клевета, оно уходит на второй план. Может быть, какие-то, значит, ну, публичные... Други народа. Да, ну, публичные выступления, они всегда связаны с политикой. Если какому-то политику это не нравится, переводить это в разряд клеветы нельзя. Ну, можно тогда, как гражданин, если ты недоволен, тогда предъявить этому гражданину какой-то иск. Можно через своего адвоката. Вот, я думаю, что... Ну, вот сейчас Трамп очень хорошо делает. Он направляет своего личного адвоката, и адвокат, его интересы представляет против чего-то там. А что касается властных структур, то они в данный процесс не вмешиваются. Вот. Мне кажется, эта культура очень хорошая. Почему? Потому что если ты чем-то недоволен, допустим, или считаешь, что это клеветы, предъяви личные, личное заявление сделай. Или своего адвоката направь, от своего имени, чтобы он занялся этим вопросом. А вот так, чтобы туда вмешивать уже какие-то властные структуры, мне кажется, это неправильно. Вот, если немного тогда, уже у нас времени мало осталось, времен технического правительства, если возьмем, 10-го года, вот, временное правительство ушло, вы сказали, 14 июля, да, 10-го года. После этого, как вот эти взаимодействия с обществом были у вас, например? Ну, вопрос был, все вопросы были очень сложные, и обстановка была очень напряженная, значит. Я просто считаю, что техническое правительство приняло от временного правительства дела. Ну, как приняло, мы, как бы, это говорится, если военная терминология, с марша в бой. Мы с марша в бой, ну, вот. И мы должны были, наша главная, все-таки задача была стабилизировать ситуацию, экономическую ситуацию, а она заключалась в том, что нужно было, значит, пустить товарооборот в свои русла. То есть открыть границы надо было. Мы их открыли, да, открыли. Вот. Второе, значит, нужно было восстанавливать вот это разрушенное хозяйство, особенно в Оржской области. Там и соцобъекты, и жилье, там очень много было. И мы приняли решительные меры для того, чтобы там поработать с народом, с международными организациями, привлечь туда средства, сделать проекты, проекты частных домов, восстановление домов, а также, значит, строительство новых домов, там, допустим, для жилых домов, и они были построены. Вот. И это было очень большой работой, было тяжелым. Короткий период времени. Да, очень короткий. Нужно подготовить было энергохозяйство к предстоящему осенне-зимнему периоду, который, в общем-то, тоже оказался в таком тяжелом состоянии, потому что оно требует постоянной системной работы. Но это тоже мы смогли это наладить. Вот. Большую роль, конечно, сыграло то, что общество правильно поняло эти вопросы. И было очень много писем, заявлений. Ну, это работал не только я, работал и президент Отумбаева. Она очень много занималась внутренней политикой, внешней политикой. Все было направлено на стабилизацию и на привлечение донорских ресурсов, займов и помощи. И это все, в общем-то, нам удалось. Но и самое главное, нужно было сформировать легитимные органы власти. И наша задача была провести парламентские выборы. И мы это сделали. Вот. Были разные тяжелые моменты, я об этом не хочу говорить. Но вместе с тем, если бы не было работы с людьми, с народом, то нам бы вряд ли это удалось. Я думаю, что многие наши структуры на местах, органы власти на местах. Потом появилось очень много волонтеров, добровольцев, которые нам помогали. Они хотели вот этот вопрос преодолеть сообща, чтобы не было у нас межнациональной розни. Это очень важно было дать правильные понятия. Особенно, когда шли вопросы, допустим, компенсации, допустим, потерь, которые понесли люди во время этих конфликтов. Все эти вопросы были в оперативном порядке, рассматривались. Каждое заявление рассматривалось. Работали различные штабы формирования, комиссии работали. Я думаю, что сейчас трудно это все вспомнить. Но мне кажется, главный вектор был правильно выбран. И мы сумели сформировать новые парламенты. Вы говорите, население правильно понимало. И общий настрой действительно был в то время один. А вот после этого, прошло 7 лет, как-то настроение народа и настроение власти совпадает сейчас? Я должен одну вещь сказать, что, видимо, в стратегическом плане все-таки за 6 лет многие вопросы были решены правильно. Почему? Потому что мы преодолели митинговщину. Мы преодолели резкие выступления, которые бы дестабилизировали общество. Мне кажется, здесь надо отдать должное президенту, который сумел вот это дело удержать в руках. Он начал борьбу с коррупцией. Мне кажется, сам вектор правильный. Технологии, это уже вопрос, время показывает, что не всегда правильные технологии выбраны. Но сейчас, в связи с тем, что уже завершается срок нашего президента, мне кажется, что некоторые вопросы, они связаны с тем, что под нож юстиции попали видные политики. И это связано с борьбой с коррупцией, и это связано, и я думаю, что с некоторыми тенденциями, которые имеются на политическом поле. Ну, конкуренция. Выборы. Конкуренция, да. Политическая конкуренция. Но говорят, кто не работает, тот не ошибается. Но в данном случае, на мой взгляд, побеждает тот, у кого меньше издержек в этом процессе. Ну, а издержками являются объективные решения, объективные, допустим, суды, те же самые, объективные суды, объективное следствие, объективная работа госорганов, таких как генпрокуратура, допустим, МВД, значит, госкомитет по национальной безопасности, там, ряд органов, которые, ну, выполняют роль карательных, что ли, будем так говорить. Вот не хотелось это слово называть, но не хотелось, чтобы эти органы были карательными, да. А хотелось бы, чтобы органы действительно выполняли те функции и положения, которые регламентируются им по закону, да. Ну, мне кажется, есть какие ошибки, которые, в общем-то, сейчас, ну, проявляются на фоне вот предвыборных процессов. Спасибо вам большое, у нас уже время вышло. Вам спасибо. Мы попытались обсудить ситуацию возникающую у нас в стране в связи с началом вот этих судебных процессов против Юбеки Токебаева и вообще ситуацию в стране и немного истории, да. У нас в гостях был Аман Гильдей Муралиев, бывший мэр города Бишкек, бывший премьер-министр Казахстана. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!